симфония сирич согласие священных слов со следующим стихом сказал сохраню пути мои чтобы не согрешать языком моим разговор памва антон лука и прочее лука продолжай же притчу свою памва памва наконец те два невольника пришли к великим горам они о своем освобождении благодарили богу но голод и скука по отечеству их мучила как утих ветер услышали шум вод и подошли к источнику старейший из них отдохнул несколько осмотрел место около богатого своего источника проистекающего из ужасных азиатских гор конечно говорит недалече тут люди где-то живут не знаю кто бы мог поселиться всех страшных пустынях сказал молодой по крайней мере виден бы был след какой-либо к источнику да в близости его по камням не видать сказал старик но в дальние коричности приметил я след весьма похоже на человеческий мало помедлив поднялися узенькую тропою покруча она привела их каменной пещере с надписью сею сокровища света гроб жизни дверь блаженства не знаю какой дух влечет меня в темный сей вертеп говорит старик или умру или жив буду ступай за мною последую предводительству духа пошли оба внутрь молодой не терпя больше глубокой тьмы ах куда идем потерпи кажется слышу человеческий голос и действительно стал слышен шум веселящихся людей приблизившись к дверям начали стучать за шумом не скоро им отперли вошли пространную залу лампадами освещенную тут и их приняли так как родственников сделал участниками пира а живу здесь несколько земледельцев семьями отдохнув несколько дней у сих человек или у любных простаков праздновавших шесть дней рождения своего господина спросили путники у кона на который был между ними главою когда лечь и живет господин он нас совсем тем что к веселости принадлежит снабжает сказал конан однако мы к нему в дом никогда не ходим и не видим кроме наших пастухов которые ему вернее прочих они от нас носят ему поклоны если желаете можете к нему идти он не смотрит на лицо но на сердце вам назад возвращаться нельзя вот двери вам не страшен темного верте по путь при факеле господь с вами ступайте седьмого дня по входе свою пещеру 1771 года в полночь и вступили чужестранцы в путь господский на рассвете услышали хор поющий смертью смерть поправ после пения вдруг отворились двери вошли в чертог утренним светом озаренный лука полно воскликни богу иаковлеву ныне начинайте петь псалом твой и веди хор твой памва а мы за тобой насколько можно памва сказал сохраню пути мои лука кажется со стихом сим согласен тот сказал сохранить закон твой отсюда видно что давидову пути которые он намерен сохранить или и закон божий все то одно и так второй стих есть истолкователь 1 антон немножко есть сомнения в том что давид назвал своим то что божие есть а не его квадрат для чего ж давиду закона божия не назвать своим путем он путь нечестивых оставил усвоил и усыновил себе путь божий антон не спорю однако лучше когда бы третий стих разрешил сомнения дабы твердое было в троих тонах согласия лука что ж сомневаться ведь давид и бога своим называет часть моя ты господи ты мой а закон твой есть мой же сказал сохрани пути мои тоже что сказал сохранить закон твой но для твоего удовольствия вот тебе третий пути мои исповедал и ты услышал меня антон я и сим недоволен сей стих изъясняется следующим сказал исповедую на меня беззаконие мое господи и так пути мои исповедал то есть беззаконие мое они закон божий и ты услышал меня то есть и ты отпустил нечестие сердца моего сии два во всем собой исходны и как начало началом так и конец концом второго открывается и так несколько разня два стиха сии сохраню пути мои сохрани закон твой если бы сказал сохраню пути твои в то время совершенно была бы симфония с ним сохранить закон твой квадрат как же теперь быть слушай памва зовет и нас в непроходимость ты же сам и выведи памва знаю для вас сомнительно то что давид как закон божий называет путем своим так и беззаконие называет своим же не удивляйтесь один наш для всех нас есть путь ведущий вечность по две себе части и две стороны будто два пути правый и левый имеет часть господне ведет нас к себе а левая его сторона в тлении сей стороной давид прежде шествовал и усмотрев обман говорит пути мои исповедал и ты и прочее потом избрав благую часть сказывает сохраню пути мои сирич стану беречь сию благую часть дабы меня мой язык не отвел от нее выстреление искуси меня боже и уведи сердце моё если есть путь беззакония во мне тогда наставь меня на путь вечный друг любезные друзья вы не худо на давидовой арфе забрянчали и по моему мнению не нарушили музыки но пустили самое нужное а именно сказал антон сия кажется всяк разумеет друг а мне снится будто не труднее антон конечно ты шутишь друг никак священное писание подобно реке или морю часто в том месте глубина из самим ангельским очам неудобозримое закрывается где по наружности показывается плохо и просто примечайте что давид на многих местах говорит сказал и после всего весьма важное следует например сказал ныне начал и прочее сказал потом рождается сохранение закона говорит безумен сердце своем в то время следует растление всех начинаний сказал ты бог мой видите что речь семенем и источником есть всему добру и злу а высою голову опустили все это добрые речи просит у бога он же скажи душе моей я спасение твое господи уста мои откроешь а как послал слово свое исцелил в то время давид всему строению своему положил основание как же ты антон говоришь что всяк разумеет разумеешь ли что такое есть речь антон по крайней мере вижу человеческие уста друг бог знает приступит человек и сердце глубоко как же можешь видеть антон сердце видеть не могу друг так не видишь же не уст его позабыл ты уже оное глубоко сердце человеку и человек есть слушайте любезные друзья запойте на давидовых гуслях обличить его невежество изгоните беса памба начинай симфония памба согрейся сердце мое сказал языком моим лука дал ты веселье в сердце моем квадрат отрыгну сердце мое слово благо язык мой трость памба возрадуется язык мы правде твоей квадрат слова господне разожжет его и далее все вместе возвеселитесь а веселье языка твоего памба разожжется сердце мое и утроба моя возрадуется уста мои и душа моя квадрат тебе говорит сердце мое господа найду друг полно слышишь ли антон симфонию понял ли ты что язык со устами радуется а сердце говорит признайся же сираховым сыном что уста мудрых и в сердце их ну как сердца их не видишь так не уст их ни языка ни слова уст их не речи видишь сколь трудное слово сказал антон а внешние уста язык что такое друг а не имея молчи не слыхал ли ты что на сих гуслях не должно петь для твоей земли плоти и крови но единому господу и его языку о коем пишется земля убоялась и умолчала тогда восстать на суд богу антон новый подлинно язык друг новый человек имеет язык новый слушай памба запойтесь ему возлюбленному нашему человеку сладости и желанию нашему но так пойте чтоб сладка была ему ваша хвала воспойте умом и не одним воздух поражающим голосом новую сию песнь симфония пою тебя в гуслях святой израиль красен добротой и но человеческих возлюбленный как сын единорожденный всего ради помазал тебя божий бог твой честно имя его пред ними и жив будет обновиться как орлина юность твоя жезл силы пошлет тебе господь от сиона что есть человек как помнишь его человек и человек родился престол его как солнце восстань почему спишь господи десница твоя воспримет меня не дашь преподобному твоему видеть тление еще же и плоть моей веселиться на уповании и лета твои не оскудеют друг знаешь ли антон всего блаженного мужа он не умирает а плоть его не и и стлевает антон признаюсь не знаю а что знаю те все умирают и тлеют друг так слушай же что те все у бога непочетные не соберу говорит господь соборов их от кровей какая польза в крови их когда они тлеют ищи что-то за человек который в памятной записи у бога если слышишь в то время и сам записан будешь на небесах ведь ты читал что единую говорит бога а там разумеется двое человек и человек язык и язык сказал и сказал старое и новое истинное пустое слово божие и смертное глава и пята путь и грех то есть заблуждение сказал а потом что сохранил пути мои сказал беззаконующим а что такое не беззаконуйте сказал что ж то за речь услышу что говорит во мне господь мир я как говорит мир на людей своих сказал вот же и речь господи уста мои откроешь сказал господь скажет слово благовествующим сказал послал слово свое исцелил их сказал в начале было слово сказал бог повелевающий с тьмы свету воссиять сказал тот сотрет твою главу сказал говорит бог да будет свет сказал просвещаешь тьму мою сказал сердце чистое созидай сказал господи вечереве нашим зачатый сказал всякая плоть трава сказал клялся и поставил судьбы сказал живо есть слово божие сказал доколе сечешь о меч божий говорящий истину в сердце моем бог сердце моего доколе сечешь я уже скрыл слова твои в сердце моем антон а я думал что давид обыкновенно сказал нашим языком сказал нет но тайным новым нетленным он не любил иначе говорить слышишь что сказывает о господи похвалю слово антон о когда бог дал и мне новый сей язык друг если узнаешь старый познаешь и новый антон тьфу чё за беда будто я уже старого не знаю ты меня чучелом сделал друг если тебе трактирщик поставил один старого другой стакан вина нового а ты не знаток то как можно сказать будто знаешь ошибкой можешь почесть старое место нового антон что же пользы видеть не имея вкуса друг самая правда а я тебе говорю что и о самом старом языке не знаешь где он хотя бы ты вкуса и не был лишён антон что ты поешь ведь старый наш язык во рту друг а рот где антон разве не видишь моего рта друг полно врать непросвещенная грязь преисподняя тьма послушай давидовых гусли и прогони духа лжи воспой старик симфония получили памба лука квадрат и друг говорит нет в устах их истины сердце их суетно уста льстивые в сердце говорит безумен сердце своем труд и болезнь петель под языком их доколе положу советы в душе моей болезни в сердце моем друг вот видишь что и самый старый твой язык в ветхом твоем сердце а не в наружности антон как же наружный мой язык не говорит когда он говорит ведь голос его слышен друг мысли движет грязь твоего языка и она так говорит им но не грязь так как молоток часы на башне бьет выходит изнутра часовой машины побудительная сила коею нечувственный движется молоток и посему-то давид поет помыслили так вот уже и сказали старый новый ли язык оба закрылись а в бездне сердец своих помыслил говорит пути твои то есть сказал сохрани пути мои а опять о злом языке вот что неправду умыслил язык твой то есть сердце его собрала беззаконие себе а как в мертвость твоего наружного языка так во все твои тленности члены выходит побудительная сила и сердечной же машины посему видно что все они в той же бездне как яблоня в своем семени утаивается а наружная грязь о них только свидетельствует певчие проиграйте и сей песенки симфония пам в лука квадрат нога моей стоит на правоте те же всегда заблуждают сердцем неправду руки ваши сплетают сердце беззаконие делаете язык его соплетает лещение возвел очи мои к тебе взял душу мою глянь и преклони ухо твое преклонил сердце мое в откровение твои друг разжуй силу всех слов и усмотришь что нога гордыни и рука и рога грешных и зубы уши и око простое и лукавое и все до последнего волоса спряталось в сердечной глубине отсюда то исходит помышление всю нашу крайнюю плоть и грязь движущие помышление владеющие наружным твоим оком есть главное твое око а плотское так как бы одежда последующие свои внутренности тоже разумея о прочих частях антон да ты ж говорил что уста мудрых только одних сердце их а теперь говоришь то о всяких устах вдруг весьма ты приметлив на мои ошибки вот серахов стих сердце безумных в устах их уста же мудрых сердце их пускай же и безумного уста будут в сердце но если ты сегодня разумеешь в то время мысль твоя будет в грязи наружных твоих уст а о чем размышляешь там твое пустое и сердце оно думает что плотская грязь сильна и важна всем ложном мнении оно прибывая делается и само пустошью так как и язык его есть суетный таков помысел есть устами твоими бренными а в них твое сердце да то ли будет поколе не скажешь сказал сохраню пути мои спаси меня от грязи пусть не утону затем то язык и головой называется что за всем вождем все человеческое сердце идет желал бы я чтобы тебе господь и всем нам дал новое чистое сердце стер главу языка змеиного а заговорил в сердце нашим тем языком о коем сказано языка его же не видя услышал послал слово свое и избавил их от растлений их антон теперь кажется и я разумею сие слова возрадуются кости смиренные друг когда все на все то есть самая кость в душе и в сердце заключается как только говорит умолчал обвечали кости мои памва онемел и умолчал от благ в то время когда восстать грешному языку предо мною друг подлинно и как сей злой вождь и глава змеина приводит все сердечное сокровище в смущение так напротив того веселый больший мир благовествующий язык приносит всему сердцу всей бездне нашей радость и свет слуху говорит моему дашь радость и веселье для того как все мое так и кости мои прежде всего смирившиеся воистление теперь возрадуются всему мирному языку веровал тем же и говорил а что сказал вот что всяк человек ложь всякая плоть сена плоть ничтоже сказал имя господне призову сказал сохрани пути мои пойду след за новым моим языком за нетленным человеком не пойду воистление за грешным языком закричу со исаею боже есть памва вошли мы несколько во внутренность плоти наши будто в недра земное нашли чего не видели людей мы нашли новых руки ноги и все новое имеющих но еще не конец продолжим путь к совершенному миру нашему пренебреги о душа моя совершенно всю плоть видимую невидиму отходи от нее и при приближайся господу верою отходи а не видением вера роет и движет горы вот светильник путям твоим язык новый